Притчи Соломоновы, глава двадцать четвертая Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло, того называет злоумышленником. Помысл глупости — грех, и кощунник — мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. И если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый против жилища праведника, не опустошай место покоя его. Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа, и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель на них, и беду от них обоих, кто предузнает. Сказано также мудрыми, иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному, ты прав, того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена. А обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими. Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Продолжение следует...